Выбор монитора та еще задача. Сейчас видеокарты подешевели, все обновляют железо, но когда начинаешь искать монитор, сталкиваешься с множеством вопросов, кучей моделей с непонятными названиями, а покупаем монитор мы надолго. Сегодня мы попытаемся закрыть все вопросы по выбору игрового монитора в 2023 году, почему многие мониторы, которые попадутся вам первыми, не подойдут под это понятие, какие мониторы стоит брать в зависимости от видеокарты, на что обращать внимание, а на какие чудеса маркетинга стоит смотреть с улыбкой. На связи МК, сегодня гайд по игровым мониторам. Поехали! И для начала определимся, где мы проведем красную черту. Задумываться о покупке игрового монитора стоит, если вы имеете на вооружении видеокарты уровня RTX 3050 или RX 6600. Обе можно найти в диапазоне 20-30 тысяч рублей, у решения AMD преимущество в производительности, но Nvidia лучше в трассировке и обладает магическим сглаживанием DLSS, который дает хороший буст FPS, что для базовых карт билет на дискотеку последний шанс. В случае с большинством игр 2023 года с такими картами логично, что ваше разрешение Full HD, чаще всего с высокими настройками ближе к 60 кадров. В хитах двух-трехлетней давности при помощи DLSS уже можно получить под сотню кадров в секунду, не говоря уже про киберспорт. Так что с RTX 3050 или RX 6600 уже можно замахнуться на простенький быстрый монитор, особенно если в будущем планируется апгрейд на более мощную карточку. Разумеется, ни о каком 2К или 240 Гц и речи тут идти не может. Имеет смысл остановиться на Full HD и 144 Гц. Сразу отмечу, в этом сегменте есть и 144 Гц, и 165, и 175 Гц мониторы. По факту никакой разницы между ними нет. Матрицы обычно идут как раз на 144 Гц, а большая частота достигается банальным разгоном. Поэтому в дальнейшем я буду называть весь класс таких мониторов 144 Гц. На что стоит обратить внимание? Ну, во-первых, диагональ. 21 дюйм это все-таки маловато, а вот при 27 дюймах в Full HD пиксели будут размером с кулак. Оптимально в Full HD это все-таки 24 дюйма. При этом стоит отказаться от TN матриц. Решение на VA или IPS лишь слегка дороже, но при этом обеспечивает куда более сочную и приятную глазу картинку. Я думаю вы и сами все видите на примере этих двух ноутбуков 22 года выпуска. Один имеет IPS матрицу, а второй дешевую TN. А вот выбор между VA и IPS это уже вкусовщина. У меня есть и тот и тот. Первый имеет лучшую контрастность, но посредственные углы обзора, шлейфы за быстрыми объектами и не самую лучшую цветопередачу. На IPS картинка более живей, но вот с контрастностью и glow эффектом дела тут хуже. Какие есть еще важные нюансы? Большинство даже недорогих игровых мониторов за 15-20 тысяч рублей уже идет с поддержкой AMD FreeSync или даже FreeSync Premium. Последний не только дает плавную картинку в определенном диапазоне частот, но и умеет задваивать кадры при частоте ниже 30 Гц, возвращая картинке плавность. В целом фича достаточно бесполезная, так как задержка вывода все равно остается огромной, поэтому не стоит надеяться, что магия превратит 20 фпс в честные 40. Основной подводный камень FreeSync мониторов почти у всех моделей синхронизация кадров будет работать от 48 Гц до максимальной частоты. Но есть исключения с узким диапазоном, начинающимся вообще с 60 Гц. Если фпс будет снижаться ниже этой отметки, станут видны те самые разрывы кадров. Сайт со списком всех FreeSync мониторов я оставлю в описании. И да, разумеется, FreeSync мониторы отлично работают с видеокартами NVIDIA. В этом случае они называются G-Sync Compatible, и эту опцию можно активировать в настройках драйвера. У NVIDIA также есть свой список всех протестированных мониторов, где FreeSync точно будет работать без проблем. Но даже если нужного монитора там нет, все еще опция G-Sync будет доступна в панели NVIDIA. При этом нет смысла гнаться за честным G-Sync, который реализуется при помощи специального чипа в мониторе. Единственное, что это даст на практике, синхронизация кадров будет работать начиная с 30 Гц, что едва ли будет полезно при реальном геймплее. Особенно если учесть, что переплата за чип очень внушительна, и количества моделей с G-Sync на рынке крайне мало. Аналогично, нет большого смысла искать модели с Premium Pro или G-Sync Ultimate. Главная фича таких моделей это поддержка реалистичного HDR. При этом, например, NVIDIA год назад тихо убрала из требований яркость в 1000 кандел. Так что в целом эта сертификация уже не имеет никакого смысла. Ну а если на чистоту, в относительно недорогих игровых мониторов, HDR маркетинговый. Это не тот HDR, который настоящий HDR. Дело в том, что большинство матриц в мониторах за 15-20 тысяч лишь 6-битные. А 16 миллионов оттенков для 8-битного цвета они выводят только благодаря технологии FRC, основанной на мерцании пикселей. Поэтому никакой красочной картинки с 10-битным цветом ожидать не стоит. А с учетом достаточно низкой яркости, нередко ниже 300 кандел, включение HDR может даже испортить картинку. Но разумеется, стоит вспомнить про время отклика. Тут кто во что гораст. У нас 1 миллисекунда. У нас 4 миллисекунды. Бывает, что обе цифры встречаются в описании одного и того же монитора. Все дело в способе расчета. Где-то за базис принимается время исчезновения шлейфа за быстрым объектом. Где-то время переключения матрицы между двумя тонами серого цвета. В целом, все эти способы подсчета – маркетинг, плохо отражающие реальную динамику в играх. Поэтому опираться на этот показатель точно не стоит. Главное помнить, что подавляющее большинство современных матриц достаточно быстры, чтобы честно выдавать 144 Гц. Теперь поговорим про народные видеокарты, которые способны обеспечить сотню кадров в секунду не только в старых проектах или киберкотлетных играх, но и в новинках игропрома. Речь, конечно, о RTX 3060 и ее Ti-версии RX 6600 XT и 6700 XT. Их диапазон от 30 до 45 тысяч рублей. При этом производительность за такие деньги просто отличная. Эти карты легко навязывают конкуренцию пятилетнему флагману легендарной GTX 1080 Ti. Апрельский рейтинг видеокарт вы найдете по ссылке в нашем телеграм-канале. Проблем с Full HD у таких карт нет. Разумеется, положить на лопатки такие GPU можно, если выкручивать все настройки вправо и добавить максимальную трассировку. Но с другой стороны, если слегка пожертвовать качеством картинки, сотня FPS в новинках 23-го года у вас будет. Имеет ли смысл рассматривать такие карты для игр в 2К? В целом нет. У той же 3060 Ti видеопамяти впритык даже для Full HD. Да и сами среднеуровневые GPU прошлого поколения переваривают такое разрешение с трудом. DLSS и FSR станут обязательными. Рассчитывать придется на высокие настройки графики с прицелом на 60 кадров. Не везде, конечно, мы тестировали 3060 в 2К, но все-таки оптимально для игр с такими картами это Full HD мониторы на 144 Гц, где можно будет оценивать и красоту картинки, и наслаждаться плавностью. Нюансы выбора тут все те же. IPS и левее, диагональ 24 дюйма. Обращайте внимание на FreeSync и забудьте об HDR. Ну и время отклика. Да, жестоко. Я знаю. Не сомневаюсь, что есть частные случаи. А мы поднимаемся на уровень выше потребования. Что брать для игр, если хочется большой 27-ми, а то и 31-дюймовый монитор, но вот любоваться в крупные пиксели в Full HD разрешении не хочется. Что ж, вы замахнулись на разрешение 2К. Да, я знаю, что это не 2К, как бы, но в простонародье принято называть это так. Но стоит помнить, что оно достаточно сурово к видеокартам. Особенно, если хочется получить больше стандартных 60 FPS. Минимально подходящими моделями являются RTX 3070 или ее TI-версия, а из красного лагеря это RX 6800 или ее XT-версия. Да, такие карты стоят уже дорого. За них просят в среднем около 50 тысяч рублей. Такова цена роскоши и комфорта, но зато производительность у них через край. RTX 3070 выступает на уровне флагмана предыдущей линейки RTX 2080 Ti. Тут нужно помнить, что современные игры в высоких разрешениях дюжи любят видеопамять. И 8-гигабайтных решений NVIDIA хватает уже впритык. Но в целом, если не баловаться Ultra HD текстурами и включать DLSS или FSR на качество, то такие карты способны выдать под сотню кадров в секунду в современных играх. А значит, с них и начинается сегмент 2К 144 Гц. И вот тут нюансов выбора куда больше. Все эти быстрые 1080p мониторы, это ближе к дешевому сегменту, и впихнуть туда много интересных фич не позволит бюджет. А вот 2К берут себе уже владельцы дорогих ПК за сотню, а то и полторы сотни тысяч рублей. И выложить еще 30-40 тысяч за крутой монитор здесь есть такая возможность. В целом базис тот же. За 25 тысяч можно найти решение на простеньких 27-дюймовых 6-битных IPS или VA-матрицах с частотой в 144 Гц и ненатуральным HDR. Но если вы готовы добавить еще десятку, вы получаете заметно больше. Разберем это на примере MSI Optics Mac 321QR. Это уже большой монитор на 31,5 дюймов. Если стандартом недорогих IPS является контрастность 1000 к 1, то здесь уже 1200 к 1. К тому же сама матрица уже 8-битная, что вместе с FRC позволяет выводить честный HDR-контент. Ну и приятный бонус от более дорогой матрицы – это повышенный охват. В данном случае он на 27% шире sRGB и ближе к DCI-P3, так что картинка будет выглядеть сочнее. А еще у мониторов MSI, как по мне, очень понятное и удобное меню. Окей, с 2К все понятно, 27 дюймов или 32, это уже на ваш вкус. В 4К на 8 гигабайт видеопамяти вообще лучше не лезть. А что интересного можно найти в сегменте Full HD мониторов? Конечно, можно остановиться на базовых решениях за 15 тысяч со 144 Гц. Разумеется, у RTX 3070 или RX 6800 никаких проблем в 1080p нет. И сотню кадров с высокими настройками графики они легко отрисуют даже без DLSS или FSR. Но что если хочется еще большей плавности? Можно замахнуться на 240 Гц. И да, тут достаточно тонкий момент. Если разницу между 60 и 144 Гц видят практически все, то вот между 144 и 240 Гц она гораздо менее заметна и нередко улавливается только при прямом сравнении с замедлением. Тут все индивидуально. Более того, при полутора-двух сотнях FPS нередко ограничителем производительности будет выступать уже не видеокарта, а процессор, который не способен подготовить столько кадров. Поэтому в среднеуровневых сборках рассчитывать на 240 Гц имеет смысл лишь в случае с киберспортом, опускаясь ближе к сотне FPS в сингловых проектах. Шутки кончились. Что брать, если в компе трудится RTX 3080 или RX 6900 XT, а то и вовсе что-то новенькое из 40-й серии Nvidia. Full HD для них кощунство, 2К это уже минимум. Конечно, можно опять остановиться на простых 6-битных IPS-матрицах, но собирая комп за сотню тысяч рублей, имеет смысл порадовать себя и более интересными мониторами, тем более, что в дорогом сегменте хватает технологий. Например, изогнутые матрицы. Таким образом, расстояние до любой точки монитора от пользователя оказывается одинаковым, что повышает погружение в игру. К тому же, это маскирует неприятный glow-эффект, когда углы монитора приобретают паразитные оранжево-фиолетовые оттенки. У меня давно изогнутый монитор, и мне он нравится. А сами матрицы становятся интереснее. Например, как в случае с совершенно новым монитором, в России его еще никто не показывал, MPG Artemis 273CQRXQD. Это один из немногих мониторов на отечественном рынке, который имеет слой наночастиц под названием квантовые точки. Принцип их работы выглядит как магия. Стоит подать на такие кристаллы напряжение, как они начинают излучать свет со строго определенной длиной волны, да еще и с большей яркостью. Эта технология быстро прижилась в телевизорах, вот теперь добралась и до мониторов, что позволяет получить очень широкий цветовой охват. Более 90% Adobe RGB. Картинка оказывается очень цветастой и живой, что особенно хорошо видно при просмотре HDR-контента. К тому же, если монитор берется для карт 40-й серии, можно рассматривать 240 Гц не только для Full HD. Все благодаря генерации кадров в DLSS 3. Там фреймрейт больше полутора сотен можно получить и в 2К. Существуют также узкие 3К-мониторы, которые имеют разрешение 3440 на 1440 и соотношение сторон 21 к 9. Большинство современных проектов уже умеют адекватно работать с такими амбразурами, да и с учетом горизонтальности нашего зрения погружение в игровой процесс оказывается выше. Ну и последний уровень для владельцев 4090 и 4080 – это 4К-мониторы со 144 Гц. Спасибо DLSS 3, сотня ненастоящих кадров в 4К теперь доступна на топовых видеокартах и при таком разрешении артефакты генерации будут практически незаметны. А вот четкость изображения приятно удивит. 4К на 28 дюймах даст аж 150 DPI, что сравнимо с хорошими ноутбуками. И с расстояния в метр картинка будет максимально резкой. Каких-либо нюансов тут больше нет. Такие матрицы достаточно новые, они все как минимум 8-битные и достаточно яркие, чтобы выводить HDR-контент. И под конец пару слов об OLED-мониторах, которые уже стали появляться на рынке. Многие владельцы IPS, уставшие от низкой контрастности из-за светов, ждут их как манны небесной. Ведь органические светодиоды с одной стороны дадут идеальный черный, с другой – отличную цветопередачу. Увы, пока что хороших новостей тут нет. Первые представители страдают множеством детских болезней, в основном как раз связанных с типом пикселей. Дело в том, что органика имеет неприятное свойство выгорать со временем. Поэтому производители используют очень агрессивную подстройку яркости в зависимости от количества белого на экране. И мало того, что такие скачки яркости будут очень сильно заметны при использовании, так и еще отключить их никак нельзя. Кроме того, приходится использовать различные ухищрения, типа сдвига пикселей или кратковременного выключения монитора раз в несколько часов. Разумеется, мало кому приятно будет видеть такие сообщения во время игрового процесса. У MSI есть такие мониторы, это очень что-то на богатом и дорого. Если интересно, я могу попросить, они пришлют. Стоит подождать появление нового поколения OLED-матриц в рамках более привычных нам 27 дюймов. Такие мониторы уже активно представляют различные компании, ценник на них оказывается более адекватным в районе 1000-1300 долларов. К тому же есть шанс, что на меньшей диагонали не будет такой агрессивной подстройки яркости. Но это уже покажут обзоры. В общем, все ссылочки на мониторы, которые я сегодня показал, будут в описании. На связи был МК. Выбирайте мониторы с умом. Еще увидимся. Пока.